Женщина, недавно похоронившая дочь, теперь борется за здоровье сына и свое собственное. По словам жительницы Аши, несвоевременно оказанная медицинская помощь повлекла за собой серьезные осложнения. Ирина Квеквискири подала новую жалобу в прокуратуру на ашинских врачей. Подробности у Елены Абросимовой. Семья трехлетнего Давида до сих пор не может прийти в себя после пожара в частном доме. Двухлетняя дочь Ирины умерла, а сын надышался едким дымом. Как позже выяснилось, девочка умерла от осложнения на легкие. Как считают специалисты, ее можно было спасти, если бы в первые часы после пожара ребенка отправили в реанимацию. Однако ашинские медики этого не сделали. Да и сына, который отравился продуктами горения, осмотрели только поверхностно. Она посмотрела ему ротик. Я говорю, вот здесь немножко пузо, немножко задито, видимая гарета. Она его посмотрела, сказала, ничего страшного, можете забирать бабушку, здесь оставлять его не надо. После похорон дочери Ирина с сыном прошли полное медицинское обследование в Челябинске. Его результаты были весьма тревожные. У ребенка, у старшего Давида у меня выявлены дефекты, затемнение нижних легких, шумы в сердце, левом желудочке. И у меня после всего этого развился пневмофиброз. По мнению Ирины, если бы медицинская помощь ашинскими врачами была оказана вовремя, то сейчас не было бы и осложнений по здоровью. Поэтому мать пошла в прокуратуру с новой жалобой на местных медиков. В настоящее время обращение к Виквискире передано в органы предварительного следствия для принятия решения в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Появится ли в этой громкой истории еще одно уголовное дело, но уже по факту неоказания медицинской помощи, станет известно в ближайшее время. Елена Абросимова, 31 канал, АША.